всем привет с вами татьяна на канале секреты жизни на даче сегодня у нас 15 июля пятница и я в огуречной теплице у людей много вопросов почему не растут огурцы почему цветут и дальше огурчики вот эти маленькие зеленцы не развиваются здесь у меня огурец веселые гномики пучковой но естественно видите если на нем 10 завязей то всех он никак не вырастет но не надо их давать вырастать им большими потому что эти маленькие огурчики пучковые пикули поэтому выросли немножечко там пять шесть семь сантиметров вот я эти огурцы сажаю для засова чтоб солить солить мариновать поэтому я их не выращиваю большими а стараюсь срывать мелкими вот этот огурец уже можно сорвать и когда огурец я срываю если он последний то образ обрезаю у него лист чтобы лист не тянул сейчас немаловажно огурцам не только пить есть но и дышать это огурец мурашка мурашка много тоже завязей много огурчиков развиваются неплохо растут здесь какие огурцы вот он мурашка тоже у меня не всегда все хорошо получается потому что жалко обрезать низ надо обязательно обрезать чтобы он проветривался а если у меня ушла туда плеть я проглядела то я ее жалею оставляю и получается тоже загущенность но еще обязательно огурцы нужно подкармливать подкармливать не один раз в неделю когда они выросли уже до потолка каждые два-три дня можно даже знаете как не подходить к ним с пустой водой как говорится у меня конечно целая теплица 3 на 8 огурцы растут в середине по бокам мне их неудобно я вот так единичное посадила по бокам я их закручиваю опускаю вниз и потом вот по веревочке вот так их направляю они растут вот здесь всего на этой стране три огурца остальное здесь все цветы перцы баклажаны так вот огурец клавдия я уже про него рассказывала клавдии не очень нравится видите какой загущенный сейчас буду обрывать обрываю огурец и обрезаю лист если огурец последний потому что бывает 23 огурца в междоузле и поэтому я тогда оставляю один обрываю 2 оставляю как он только вырастет так я и лист обрезаю тоже жалко и но что делать значит поливаю в жару каждый день если на улице прохладно и вода не нагревается холодная то тогда через день вот как-то один раз не поливала их два дня дала им перед их думаю подумайте потом растите то есть можно давать им вот так создавать небольшой стресс но сильно не усердствуйте потому что много будет желтых тогда огурчиков мелких зеленцов они не будут развиваться вот огурец видите вот у него второй там растет огурец как лист оборвать никого а здесь вот пожалуйста огурец пожелтел а лист продолжает расти его надо убрать здесь не нужно вмешаться пусть немножечко они дышат так выглядят огурцы теплица на 15 июля так что хочу сказать значит я сказал что с пустой водой с пустой лейкой огурцам не подходим подкармливаем подкармливаем обязательно меняем подкормки кто подкармливает минеральными удобрениями можно минеральными очень любят калевую селитру огурцы чтобы лист у них был зеленый им нужен калий для налива плодов кто не применяет минеральные удобрения но огурцы не очень любят минералку вот они любят больше органику если земля плохо заправлена то значит мы любыми настоями подкармливаем коровьим конским куриным любыми настоями раз в 7-10 дней это точно чередуем зольным настоем можно просто залой посыпать потом полить я и так практикую когда думаю ой давно не подкармливала насыпала залы и полила водой фосфор калий кальций и все магний все к ним попадет огурцы возьмут все что им надо значит дрожжевые настойки можно просто развести дрожжи 10 минут дать им постоять не добавляя ни сахара ничего и вот таким раствором подкормить некоторые хлебные корки замачивают травяные настои травяной настой я делаю много чего туда кладу крапиву одуванчик всю любую сорную траву и уже говорила если есть варенье варенье если есть печенье печенье но это я так утрирую конечно так что еще рассол от огурцов или помидор вот они очень любят рассол молочка какая-то если остается сыворотка хотя говорят что сывороткой не надо подкармливать это бесполезно но не знаю всегда подкармливали вот иду дальше конечно у меня тут такие заросли непроходимые но огурцов много надо обрывать мы еще не закрывали огурцы надо обрывать закрывать вот потому что уже середина июля уже пора 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 смотрите заросли я даже не могу вам их показать нормально потому что тут кругом у меня заросли и то же самое жалко обрывать надо обязательно обрывать низ вот я видите у меня тут раз либо охотки а так как уже огурцам там стало тесно низ не проветривается я бархатки повыдирала и порезала прям как мульчу земля замульчирована чтобы была влага но естественно привлекать пчел вот привлекаем пчел чтобы они опыляли в теплицу как значит сейчас скажу как мы привлекаем как я делаю беру трехлитровую банку чайную ложку меда развожу и когда опрыскиваю по листу можно туда добавить и бурную кислоту для завязи и вот у меня тут кружат пчелы вся теплица гудит когда пчелки опыляют получается огурчики растут лучше вот я с другой стороны уже зашла вот огурцов много значит у меня по центру растут огурцы сейчас я их буду обрывать а здесь по краю растут перцы вот столько перца столько перцев уже обрывали обрывали так не понял смотрите-ка кто-то мой перец сожрал причем зубы прям видите нифига себе это кто же так мог в теплице сожрать перец вот такие перцы и тут несколько баклажан вот уже с баклажанчиками цветут завязываются потому что по краю здесь неудобно оторвала плетью по краю здесь неудобно сажать огурцы поэтому огурцы у меня сидят середине вот так не знаю как вот показывают у них так хорошо видно а у меня столько огурцов и нифига не видно все плети вот до конца и все с огурцами все